Каждый день мы стоим полтора-два часа в пробках. Вот как сейчас тоже можно заметить, стоит пробка. Можно посмотреть, что вот наш дом. То есть если бы был открыт съезд, то нам здесь буквально 5, ну максимум 10 минут, и мы дома. То есть у меня, например, маленький ребенок, которому год и 8. Я нахожусь еще и в положении, да, у меня довольно-таки большой срок уже. Полуторагодовалый Дима, кажется, тоже возмущен. Малышу давно пора спать и видеть очередной дневной сон. Но его мама вынуждена делать виражи через проспект Калинина. Ежедневно, чтобы попасть домой, Светлана Шкрабат проводит пробки два, а если повезет, полтора часа. В связи с чем у Калининградки всего одна просьба к местным дорожникам. О том, чтобы все-таки они подумали, что отрезан не один дом, да, отрезан целый микрорайон от транспортной сети. Соответственно, здесь проживает более 20 тысяч человек. Мы возмущены, не то слово, да, то есть мы возмущены, не то слово, по той простой причине, что, ну, нельзя на самом деле так относиться к людям. Съезд эстакады закрыли в конце мая. И причина тому уважительная. Реконструкция переходной плиты на мосту через Приголе у Светланы признается, готова была потерпеть и терпела. Но всему приходит конец. Ведь ремонтники обещали открыть этот участок дороги еще неделю назад, к 20 числам. В итоге водители до сих пор передвигаются. Кто по грунтовке, кто по гравию, огромные ямы, торчит арматура, торчало. Вот, то есть даже никакой временной дороги, никаких плит, никто ничего не положил. То есть свезды закрывали для того, чтобы, как нам объясняли, для того, чтобы делать временную дорогу. Сейчас прошел месяц, там как было, так и есть. Стало даже еще хуже. А такую картину вот уже четвертый день наблюдают жители улицы Серпуховской. Дорогу раскопали, а вот когда начнут переводить в порядок, пока не решили. Местный житель Александр говорит, стыдно за такой ремонт. Он сам строитель и мечтает только об одном. Ну, хочу, чтобы дороги были у нас в Калининграде самые шикарные и самые прекрасные. А на деле что? На деле. А вот что на деле. Безобразие, да. Так что я передаю привет всем, особенно всем людям, которые вот ноги портят. И это далеко не первый подобный случай. По словам главы города, ему периодически жалуются на нерадивых подрядчиков. Опять произошла та ситуация, что набрали объектов, а физически людей, техники не хватает. Александр Георгиевич дал задание решить эту проблему. А мы тем временем поинтересовались у горожан, какие, по их мнению, дороги в Калининграде стоит ремонтировать в первую очередь. Ну, я думаю, все. Все дороги почти. Все, где ямы, где плохо, все, слабо лежит. Весь надо снимать и переделать. Все. А что вообще? Некоторые дороги, которые вдали от центральных дорог, конечно, требуют ремонта. Многие дороги, как, скажем, вот эта же улица. Ну, наверное, там, где есть брусчатка старая, тоже, конечно, подвеску машина очень сильно убивает. Все уже выше перечисленные улицы, к слову, в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» не попали. В ней вовсе участвуют города-миллионники. И для нашего сделали исключение в связи с чемпионатом мира по футболу. Уже в этом году отремонтируют пять городских улиц. Московский проспект, улицу Невского, Емельянова и Дзержинского. Кроме городских, ремонту подлежат также областные дороги. Всего шесть участков. Соответственно, краткосрочный прогноз пробок на ближайшее время выглядит следующим образом. Возможные заторы прогнозируются на участке от Калининграда до Круглова. Также возможны заторы от Калининграда до Балтийска и от Калининграда до Мамонова. На северном и южном обходах ситуация аналогичная. Уже завтра, 28 июня, руководитель областного министерства развития инфраструктуры лично проконтролирует дорожный ремонт на улице Невского. По плану закончить его планируют к осени. А вот Светлана Шкарабат говорит, в обещания больше не верит и открыто предупреждает дорожников. Если их блокада на острове не закончится, жильцы готовы выйти даже на митинг. Светлана Федорова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, город.